Я вернулся, ребята. Насколько Святик незаменим в твоей команде? Именно речь идет о том, как состав действует вокруг тебя и твоей игры. Состав действует не вокруг меня и моей игры. Состав действует по большей части вокруг плейстайла, который мы выстраивали годами. Святик очень хорошо понимает, что этот плейстайл работает и проникся им. Плюс Святик живет тоже из разряда, что команда это самое важное. Откуда такая вера в игру откроется? Она менее стабильна и фактор ошибок влияет гораздо сильнее. Нельзя ли играть в разный стиль, например, как Фальконы или Алики? Фальконы и Алики не играют в разный стиль. Они просто играют в игру. То же самое можно сказать и про наш плейстайл. Мы просто играем в игру. Мне не очень хочется контеститься за седьмую зону. Вернее, за центральные локации, которые играют вокруг седьмой зоны. Это во-первых, потому что если ты контестишься, ты въебываешь тайминги и ты не можешь уже играть от седьмой. Это раз. Во-вторых, когда ты играешь так, это абсолютно неинтересно. В-третьих, шифтит зона, ты обосрался. В-четвертых, спотов, которые держат условные Фальконы, на которых можно и иметь охуенный лут, и при этом быстро ротейтиться, их тоже мало. Знать все зоны фактически невозможно, и надо иметь невероятную подготовку в плане их понимания. А это, опять же, я знаю только одну такую команду, это Фальконы. Больше никто так зону не считает, по-моему, как они. Думаешь, будет ли нерфуза прикол с шариком? Не думаю. Три вещи, на которые стоит обратить внимание. Не знаю, чтение игры, чтение ситуации и подготовленность ко всему. От этого исходит уверенность, и от уверенности уже идет АИМ и так далее. Мне кажется, это основное. Ну, либо около основного. Я не знаю, трудно что-то определенно выделить. Если Апекс загнется, пойду барменом, как я хотел. Что для тебя подходит команде? Какие ты качества рассматриваешь для вашего плейстайла? Я рассматриваю не качества, какие-то определенные для нашего плейстайла. Я рассматриваю в целом игрока. Очень важно, чтобы плеер был не потерянный, чтобы он сам мог заколить, когда это нужно. Чтобы он был предан команде, предан своей цели, не опускал рук, держался курса, чтобы не отвлекался на внешние факторы. Наверное, по большей части это основное. Во внешние факторы очень много чего входит. Когда ты хочешь победить турнир, нет смысла чейзить что-то другое, кроме как победу на турнире. Почему только Бангана настолько хороша в данной мете? Она хороша для Эджа. Она незаменима для Эджа. Наблюдение. Ближе к финальным зонам, когда вы перемещаетесь, у вас зачастую выходит большая суматоха, приняется решение. Визуально, кажется, вы из-за этого часто отваливаетесь, сразу же после ротейта. Ну, это нормально, когда в лейтгейме начинается более бурное обсуждение. Это естественно, потому что сейчас начинается самая трудная игра в лейтгейме. По-моему, вполне очевидно, что в последних четырех минутах шанс откиснуть намного выше, чем в первых четырех минутах. Думаю, что ваш результат очень сильно повлиял на новой системе высадки. Нет, не думаю. Я думаю, на наши результаты повлияло количество ошибок, которые мы совершали. На 90% и на 10% дополнительное давление, которого не было в прошлой пролиге. Плюс всю эту пролигу мы решали проблемы, которые мы не должны вообще решать, которые не должны даже возникать. Команда, друзья или все-таки это больше рабочий коллектив? Не то, не то. Это у каждого по-разному. По большей части что-то в перемешку и где-то больше одно, где-то больше другое. Всегда по-разному. Тут нету какого-то определенного ответа. У всех разные подходы. Почему в последний день вы показали лучший результат относительно всего турнира? Подготовились. Было время подготовиться. Мы подготовились. Все равно какие-то факапы были. Короче, последний день он был сыгран намного лучше просто потому, что мы уже играли. Все проблемы были по фикшене по большей части и все. В Апексе есть микро и макро. Как во всех играх, на про-сцене больше из микро. На про-сцене что больше из микро решает? Стрельба или мувмент? Ничего из этого. Не, ну если ты стреляешь так, что ты, вне зависимости от того, в какой позиции ты оказался, что ты сказал тиммейтам, что тебе сказали тиммейты, если ты все равно из такой ситуации можешь ждать два ванклипа, будучи в полном кале, если тебя будут там пикать в хэт-глич условный, то, ну, в принципе, тогда стрельба. Но я ни одного такого игрока не знаю. Таких нету на сцене. Очень мало информации относительно работы и взаимодействия с вами коуч и аналитикам. Можешь подсветить немного их работу. Аналитик занимается тем, что собирает аналитическую часть игры, которая нам нужна. Тренер занимается тем, что помогает нам разбирать моменты, помогает нам в подготовке к турнирам. Это просто шарящие люди, которые нам помогают. Сильно ли давил хейт после кика хардеки? Нет. Как вообще расслабляешься? Как снимаешь стресс? Ну, я бы не сказал, что для меня игра там скримов и турниров это какой-то прям ультрабольшой стресс. Нет, мне в кайф. Мне очень нравится. Мне очень нравится, когда атмосфера благоволит, когда нету какого-то душнилого, нету какого-то давления, то тогда вообще заебись играется. Как сыгранный Сосоноли? Вроде неплохо влился в коллектив. Как по ощущениям? Есть общий вайб. Сосоноли все заебись. Он топовый плеер. Прошлая атмосфера не давала вайба. Мы со Святиком и Костей очень разные люди. Нам друг другу надо определенный подход. Если мне со Святиком просто, Святику со мной просто, то с Костей было не так просто. Но это не Костина проблема, это Костя такой, какой он есть. Просто он не подошел нам. На лане была нормальная атмосфера, что ты спортивался именно на Прулиге. Были нюансы везде, на которые закрывались глаза. На Прулиге просто стало ясно, что эти моменты уже не будут фикситься. Ну, что у нас нету ресурсов их пофиксить, скажем так. Флапикс, ты точно не услышишь от кого-то из нашей команды, что Костик хуёво играет. Ты точно этого не услышишь, потому что Костя заебись играет. Но он не подходит нам. Просто не подходит. Такое бывает. Тем более, что я слышал, что у Кости там миллион приглашений от других там команд, от американских и так далее. Скауты в этой игре хорошо работают. Я думаю, какой-то команде обязательно понадобится один из лучших МНК-плееров в мире. Как здорово, что вы выиграли Прулигу с рекордом по очкам, с человеком, который вам не подходит. Время идет, все меняется. Сегодня ты ездишь на машине, она заебись работает. На следующий день у тебя просто отваливается колесо. Ты пытаешься как-то пофиксить это колесо. Если в один момент машина перестает ездить вообще, ее нельзя чинить, то ты ее не чинишь. Ява, если ты думаешь, что не были приложены усилия к тому, чтобы что-то преодолеть, ты очень сильно ошибаешься. Почему-то люди настолько уверены в нашей некомпетентности, что думают, блядь, так у них просто не получилось, что сразу кикать, что бы не попробовать это пофиксить. А мы сидим такие, блядь, да что-то не получается, да может поменяем кого-нибудь. Кик это всегда последнее самое. Это самый последний. Внешние факторы, из-за которых все было плохо. Ну, по большей части, мы приехали с Лана. После того, как мы выиграли про лигу, выиграть про лигу было трудно. Выиграть две про лиги еще труднее. Когда нужно начинать тренироваться еще больше, мы в силу обстоятельств, в силу собственного желания еще отчасти тренировались, как команда меньше. Когда начался турнир, появились дыры. Дыры эти не закрывались первый день, второй день, третий день. Дальше была уже осознанность, что эти дыры не закроются. Не смотрели ли вы игрока, кроме казаха? Думали насчет Клавза, насчет Никитоса. Ты диджит ДМС, как тебе Престис? Ну, я немного смотрел от них. Я начал смотреть их, когда они плейстайл свой поменяли. Стало интересно. Они все трое хорошо играют. Им слегка не хватает, но они прям молодцы. Вам сложнее играть в зоны, которая на вас. Насколько лучше вы сейчас адаптируетесь к импану своего игрового плейстайла? Зоны, которые на нас, они для нас более трудные, потому что это, опять же, игра вокруг седьмой зоны. Это что-то из разряда угадал, не угадал. И если ты не угадал, то тебя спустя две-три зоны начинает пушить скват, который готов к файту намного лучше, чем ты. То есть, вот условно, даже в последней игре финалов мы стояли в серых арморах. К нам спустя 30 секунд вот мы держали гадспот. Из этого спота выиграли турнир. Прямо под него сходилась зона, из него невозможно проиграть. Мы стоим в серых арморах, к нам приходят синие арморы. Просто у нас не заспаунилась экспа, да? Они приходят и у них с самого начала файта преимущество 75 хп. У них преимущество в виде хп и у них преимущество в виде того, что это они нас давят. Они могут брать какие углы, какие хотят углы, потому что сзади их никого нет. Мы же ограничены в своих позициях. Преимущество на их стороне. Мы либо дохнем, либо отдаем. Либо же мы что-то как-то изъебываемся и убиваем их. Но преимущество не на нашей стороне. Очень рискованно делать какой-то выпад к ним в лицо. Он может сработать, но на большом расстоянии такие решения они не приведут к стабильным победам. А уйти прокачаться, как будто бы для нас вариант получше. Еще такой вопрос, как тебе то, что на ИВЦ могут быть карты не только шп и вы или тебе задавали ранее этот вопрос? Мне прикольно. Чем больше карт, на которых люди могут быть подготовлены хуже, чем мы, тем лучше для нас. Делающая жизнь на кемпе в плане общения с пацанами и прочее. Очень мне нравится. Почему Казах как в роли плейстеллц рассматривали? Почему Казах? Потому что Казах в моем понимании самый лучший плеер в Европе из всех, кто был возможен или не возможен. Ну то есть мы хотели Казаха, просто по итогу мы его взяли. У нас был вариант Никита и был вариант Казах. Поэтому взяли его. Никогда не задумывались взять новичка в ученики, воспитав идеального третьего. Мы и так учимся играть друг под друга постоянно. Но мы друг друга учим и друг друга дополняем. Так и должна строиться команда. Это когда все плееры друг друга дополняют, все плееры друг другу помогают что в игре, что вне. Побеждать на турнирах это не только хорошо стрелять или делать суперглайды с какими-то фатигами или чем-то таким еще. Это очень жесткая психологическая подкованность должна быть. И это заключается не только в том, чтобы на лане сидеть и не волноваться. Это заключается много в чем. Не хватает твоей игры и игре больше на своего плеера, чтобы ты хотел лучше наваливать enemy модельком за обе щеки. Хотелось бы такое понимание, чтобы иметь абсолютную уверенность, от которого выходит абсолютная решимость и знание, что делать в абсолютно каждой ситуации. Но это невозможно. Можно к этому приближаться, но достичь этого невозможно. Это какой-то идеал, который не досягаем. Но к этому можно идти. Приходили святые предложения других команд, рассматриваешь ли ты вариант, что его перехантят в другую команду? Ну, естественно, его могут перехантить в другую команду, как и, в принципе, любого плеера. Но я должен сидеть об этом, думать и волноваться? Нет. Зачем, если я просто могу делать все в моих силах, чтобы ему не было нужды в том, чтобы уходить от меня? Было бы очень некрасиво с моей стороны по отношению к святу и даже по отношению к себе тратить наше общее время, тратить свое время, тратить его время. Ну, это же тупо. Зачем мне это делать? Почему давно разошлись с Тескмастером? В тот момент не следил за Апексом. Нравилось ваше трио? Потому что нужно было дальше идти своими путями и развиваться по-своему. Леве это пошло на пользу, как и нам это пошло на пользу. Перемены очень часто положительно играют на людях, которые не опускают руки. Просто у Лева на стриме спрашивал, он сказал, что неприятно немного было, но его кикнули, вряд ли это приятно. Но это жизнь. Он не опустил руки и собрал хорошую команду. Занял место выше нашей команды. Он молодец. Кого видишь на сильнейшем? На сильнейшими противниками по скиллу, по плейстайлу. фальконы они выигрывают турниры. Фальконы на сильнейшие противники. Ты не шаришь, мужики, в комментах Аврора Апекс уже написали, что фальконы это боты какие-то. Это всегда так. Если мы выигрываем, то мы играем против ботов, если мы проигрываем, то мы боты. Уложить друга с одного удара или уложить девушку друга с одного взгляда? Девушку друга это что вообще значит? Девушку другого? У меня нет таких да, кого бы убрал? Нави, естественно. За столько времени в Апексе у тебя отношение к процессу как к работе, к тому же у тебя контракт с Авророй, где есть цели, задачи, обязательства. Ты все еще умеешь получать это удовольствие и воспринимаешь это как хобби. Я получаю удовольствие точно, иначе я бы этим не занимался. Задачи и обязательства. Свои задачи и обязательства перед Авророй я выполняю без каких-либо трудностей. Делаю все что в моих силах для того, чтобы побеждать. Я не хочу тратить чужие деньги на какие-то свои приколы, на занимание охуйней или что-то по типу того. Не хочу тратить время своих тиммейтов, поэтому я просто стараюсь. Оставите ли вы лайфу после ее реворка или будете брать кого-то другого? Посмотрим. Когда будет реворк, тогда и посмотрим. Если у вас психолог, да. Когда семья, жена, дети, тогда я буду к этому готов. Бывает ли у тебя у команды выгорание? Если да, как справляетесь с этим? Есть ли ритуалы перед турниром и игровым днем? Нету выгораний. Есть цель, есть путь, есть приключения. Время, проведенное в каких местах выделил бы больше всего как ценный запоминающийся для тебя? В Солигорске я прожил почти всю жизнь очень хорошо, я помню. Все эти дни было отлично. В Киеве было вообще заебись мега круто. Варшаве было топово, в Италии мне не понравилось совершенно, в Индонезии мне не понравилось, в Белграде слишком оверпрайс. Короче, я бы хотел жить в Варшаве по итогу. Польша мне очень нравится. Когда выигрыш чемпионшип и продолжишь играть в ПРО, моя цель выиграть не один турнир, я хочу сделать так, чтобы не один турнир выигрывался, чтобы это была не единоразовая реакция. Исшенши Казах не подойдет, что будет так же? Надеюсь, уже нет. Как будет так же? Что будет замена? В данную секунду Казах подходит идеально. Что будет дальше, я не знаю. Может быть, Свято заберут в Фальконы, а Казаха позовут в ТСМ. Я не знаю вообще, что будет завтра. Но так или иначе, сейчас все игроки в команде занимаются тем, что играют на победу. Стараются сделать все, что в их силах, чтобы они победили, чтобы их команда победила. Я не заглядываю в будущее, в сегодняшний момент там живу. Люди это люди, всегда может произойти что угодно. Сейчас тяжело будет из-за хейтеров, которые будут гнобить за результат отрицательный. Да почему нам должно быть на это не насрать? Я не понимаю. Бля, я представляю. Я сижу такой, вот мы отсосали турнир, и ко мне Святик приходит и говорит, бля, Кирюх, я что-то, у меня что-то руки опускаются, меня чувак с анимешкой на аватарке в комментариях сказал, что я хуево сыграл. Я хуево сыграл, Кирюх, что мне делать дальше? Вы так это себе видите? Да похую. Абсолютно фиолетово. Абсолютно каждому нашему поражению очень много людей радуются, точно так же, как и радуются нашим победам. Смотри, Кирюх, ты же ведешь соцсети, для кого тогда? Если тебе пофигу на всех, осадок по-любому есть. Но я же говорю, что я могу закрыть комменты и в принципе не читать какой-то фидбэк. Это может быть что-то в виде газеты. Те, кому интересно следить за мной, следят за мной так или иначе. Те, кому не интересно, не следят за мной. У меня не было сейчас времени на то, чтобы общаться с комьюнити, потому что я был на буткемпе, было огромное количество тренировок, я не общался с комьюнити. Приятно симпатизировать людям, но я не ставлю это какой-то целью своего существования, симпатизировать людям, нравится или что-то в таком духе. Если я нравлюсь, мне приятно. Если я не нравлюсь, ну, это тоже нормально. Расстраиваться мне этому нужно? Да нет. Радоваться мне этому нужно? Да это странно. Вопросы пастыря. Импульс, ты зазнался? Есть такое? Следующий вопрос спустя пять минут. Когда импульсы из Авроры кикнут? Почему меня должны кикать из Авроры, пастырь? Потому что я зазнался? Почему казахов называете по имени, а не по никнейму? Потому что мы в целом общаемся по именам. Плюс имя Асеналии крутое. Помнишь, когда решил стать проигроком, строить свою карьеру в эту сторону, а не просто играть в игры? Это в Апексе были раньше? Это было в Авервотче. Нет, вообще это было в Старкрафте. Потом было в Авервотче. Апекс вообще случайно появился в моей жизни. Свят может капитанец вместо тебя, Святик может все. Либо не может. Но если когда-то придется, я уверен, он с этим справится. Имена каких трех врагов добавил бы в кубок в Риаде? Там вроде бы как можно добавить имена тиммейтов. Я бы добавил имена тиммейтов. Я бы добавил туда имена Толика, Лехи и Димаса. Почему играете с Лайфлайн? Не думали поменять на что-то другое. Потому что Лайфлайн сейчас нам очень хорошо подходит. Мы тралили разные пики. Нету такого, что мы привязались к Лайфлайн, потому что блядь, потому что мы крутые такие Аврора. Нет, мы привязались к Лайфлайн, потому что она нам хорошо подходит. Кирилл, вечер-вечер, как справлялся с хейтом, с людьми, которые обязаны вставить 5 копеек и полить грязь, как бы пофиг не было. Все равно такое бывает из колеи. Мне бывает обидно, 100% бывает обидно. Особенно мне обидно, когда я понимаю, что условно моя мама, мой папа, брат, девушка, могут зайти и почитать, как меня смешивают с говном. Но с другой стороны, я просто примерно понимаю, кто это делает и в этот момент я понимаю, что я на правильном пути. Это если меня это начинает как-то задевать, но это не задевает. Очень-очень редко. Если меня это задевает, то это точно не заслуга их, это заслуга того, что я позволил себе задеться на такую хуйню. Бля, вопрос хейтеров такой интересный. Естественно, они будут. У меня они были еще со времен Na'Vi, когда мы заняли... Когда я побеждаю, они молчат. Когда я проигрываю, они начинают писать. Их кажется, что их много, но их примерно всегда одно и то же количество. Просто в моменты поражений голоса поддержки зачастую звучат не так громко, потому что написать гадость намного проще в нашем мире, чем написать что-то хорошее. Потому что написать что-то хорошее, это еще... Надо, блядь, настроить себя на это. Это не самая простая тема для людей. Абсолютно каждый раз меня хейзит. то есть были времена, когда мне говорили «Съебись уже с Нави, ты им руинишь, ты уже заебал». Мы показывали нормальные результаты. В моменте пошел спад, спад мы не вывезли, разошлись. Нави дальше играли без меня. Показывали нехорошие результаты, вроде нет. Я при этом играл в мажорах, все было у хорошо. Начали играть в Зетте, в Зетте все было заебись, мы выигрывали, все топчик, начинаем проигрывать. Импульс ты заебал, импульс уходи от них. Уходит Sunset, уходит в другую команду, становится что-то лучше, нет. Двигаемся дальше, добавляется Свят. Нахуй ты взял Свят, вы будете сосать, потому что он намного хуже, чем Sunset. Мы сразу же показываем результаты хорошего уровня. Хейтеры опять молчат. Мы начинаем проигрывать. Импульс ты хуисос, ты руинишь Святу и Леве. Представьте себе состав Свят, Лева и Хардеки или Свят, Лева и Эффект. Мы меняем Леву, начинается снова волна хейта. Мы берем Костю, нас хейтят, мы занимаем 20-е место на турнире, нас смешивают полностью с говном. Мы после этого не проигрываем турниры вообще. хейтеры молчат. Мы только начинаем сосать. Импульс, ты урод, почему ты не дашь пацанам развиваться, иди нахуй. Ну, то есть, это естественно. Это постоянно происходит. Это старо, как мир. Да, Костя и Асанали делят деньги с турниров, на которые пришел Костя. Это справедливо. По какой причине не раскрывается Костя? Как верить в команду, если она не доверяет комьюнити? Никто никогда не раскрывает причины. Это всегда делала личной кухни команды. Никто никогда этого не делает. Ни в футболе, ни в баскетболе, блять, ни в Апексе, ни в Контер-Страйке, ни в Доте, ни в Старкрафте, ни в Лиге Легенд. Это всегда делала команда. Делается это из уважения друг к другу. Это не лишних ушей дело. Думали поменять геймплей и попробовать играть от седьмой? Простой пример. В этом сезоне Badenhaven появились из ниоткуда. Играли от зоны и давали неплохие результаты. В итоге где они сейчас? Чаки, давай посмотрим где они будут дальше? Но нам этот геймплей не подходит. Мы кучу раз пробовали и мы играли до этого таким геймплеем. То есть нету такого что мы просто привязались потому что не хотим никак иначе. Нет, мы пробовали иначе. Мы пробовали иначе в разных командах. Мы пробовали иначе играть вместе. Просто это не для нас. С Каширом это все развиваются. Недавно начал сидеть за персцентом, поэтому не в курсе. Ну с Матафи, потому что Матафи... Бля, я если честно даже не знаю. Каширо не могли убить Каширо будучи за этой. И поэтому пошел мем ебучей Каширо. Но это не больше чем мем. А Матафи... Ну Матафи просто много кому не нравится. Мне в том числе. Странный тип он. Сила БШП мастисна всегда пропала из игры, конечно. Ладно тогда кентафурики. Все, спасибо что пришли посмотреть. Хороших вам снов и всем речи барчи.